Завтра в Международный день театра станут известны победители Республиканской театральной премии «Триумф Тантана». О номинантах этого года говорим с членом комиссии по присуждению театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан Тантана Ниязом Игламовым. Доброе утро, здравствуйте. 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 Нияз Раусыч, расскажите, пожалуйста, какие номинации входят в эту премию и, может быть, новые появляются? Нет, в этом году никаких новых номинаций не появилось. В прошлом году была проведена такая ревизия. Были добавлены, добавлена одна номинация и переформатирована, переформулирована еще одна. Всего 12 номинаций, из них две касаются спектаклей. Это, ну, такие главные номинации, спектакль «События года» и «Лучшие спектакли для детей». Все остальные номинации частные касаются актерских работ. Ну, есть одна еще ансамбль, лучший актерский ансамбль, остальные все частные номинации, включая «Честь и достоинство». Всего 12. Театр Камала представлен в 8 номинациях. Как происходит обсуждение жюри? То есть ориентируется на что? На аудиторию, на отзывы критиков? Как механизм выстроен? Сами на себя ориентируемся, да. На самом деле, я не принимаю участие в голосовании по Театру Камала, поскольку я там служу. И не в качестве... У нас же двуэтапно проходит заседание комиссии. Сначала мы отбираем номинатов, потом из номинатов уже победители. Вот. Ни на том, ни на другом этапе я не принимаю участие в голосовании по... Ну, даю какую-то информацию, может быть, обобщающую. Вообще, в этом году очень у нас большая компания собралась, 12 человек. Жюри. Жюри, да. Кроме... Ну, комиссия. Кроме представителей Министерства культуры, все-таки туда вошли новые люди, и в основном музыковеды, практики, композиторы, музыканты, потому что очень большая часть, составляющая часть театральной... То есть номинации такие тоже, как и музыка, допустим, да? Лучше музыка к лучшему спектаклю. Нет, такого нет. Ничего такого нет. Есть лучшая роль в музыкальном спектакле. Вот сейчас мы ее так назвали. Потому что раньше в музыкальном театре было, потому что у нас один музыкальный театр, и получалось так, что оперная труппа соревнуется с балетной. А в этом году, конечно, нас ждут сюрпризы, и чем больше, тем лучше. Потому что, в общем-то, одна из задач, поскольку я принимал участие в разработке положения этой премии, одна из задач, целей задач, это как раз-таки создание конкурентной среды. В том числе и в области музыкального театра. А вот интересно, а зрительские как-то пристрастия, приоритеты... У нас первые два года у нас функционировала такая, ну, что-то типа приза зрительских симпатий. Но это все такое настолько необъективная вещь, очень сложно, потому что как может зритель там Качаловского театра оценить работу спектакля Нижнекамского театра, там, ну и так далее. То есть здесь невозможно прийти к общему знаменателю. Поэтому это как-то все удалили. Зрители пусть пишут в соцсетях, ругают нас, хватит. То есть, ну, как всегда, у всех свои пристрастия, у всех свои... Ну, равнодушных, главное, нет. Равнодушных нет, в республике 17 театров, из них и всего 12 премий, понимаете. То есть в любом случае кто-то уйдет обиженным, недовольным. И все фанаты этого театра, все его почитатели, конечно, тоже, наверное, будут недовольны. Ну, это в любом случае конкурс. Да, 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 да. Что за свадьба, если баян не порвали? Ну, и пользуясь случаем, мы хотим поговорить про премьеру Камаловского театра. Спектакль по пьесе «Гаяза из Хаки» и «Это жизнь». Какие сюрпризы? Что будет интересного здесь? Ну, во-первых, не пьеса, во-первых, это все-таки повесть. Тогда татарское прозвище только так формировалось в начале 20 века, поэтому считаю, что это такое аморфное по жанру, это очень любопытное произведение само по себе. Мы плохо знаем из Хаки, на самом деле. То есть мы знаем несколько его произведений, ну, так вот, они включены в аспект общественного сознания. А о многих произведениях мы как бы не очень хорошо наслышали. Вот оно в себе таит многие загадки, многие любопытные вещи. Повесть о том, что... О разладе личности, о том, что человек декларирует высокие цели, желание просвещать свой народ, желание служить ему. А на деле он очень как бы... он думает только о себе по большому счету. Это так естественно, это так... Это не амбиции, просто о каком-то бытовом комфорте, на самом деле. Рассуд – это такая маниловщина. Ну, это и маниловщина, не только, ну, то есть, если какие-то аналогии с русской литературой проводить. Да, для нас самое интересное, что ставит... Это дипломный спектакль Айдара Забарова, ученика Сергея Женовача, который вот совсем недавно был назначен худруком МХТ имени Чехова. Да, и это очень... Один из самых известных сегодня молодых режиссеров. Он только что выпустил премьеру в Театре Летосовета в Ленинграде. Сейчас после нашего спектакля он поедет в Москву, в Театр Современник, очевидно, ставит Галине Борисовне Волочек. То есть, такая восходящая звезда режиссуры. И, конечно, у него свои принципы организации театрального действия, у него своя философия жизненная. Он молодой парень, совсем ему 25 лет. Но при этом есть какая-то своя позиция жизненная. И, конечно, его взгляд на Исхаки, поскольку он работает... Он еще участвовал на курсе Фарида Бекчентаева. Их курс работал над рассказами, над ранней прозой Исхаки. И они очень много тогда уже успели для себя понять про него. Потому что у нас автор такой, лидер национального движения, такой патриот. На самом деле он такой очень разный. И он такой очень самоироничный. И вот эта вот ирония, прямо она в этом произведении, она очень хлещет. А без иронии, без самоиронии, мне кажется, невозможно. В этот какой-то, когда в звериный серьез все превращают, какие-то идеи о служении нации, когда вот это все на уровне лозунгов. Вот здесь и есть, и идет конфликт между лозунгами и реальной практикой. В лозунге. Это очень близко, мне кажется, вообще. Потому что происходит всегда... Но все-таки лучше увидеть один раз, чем, как говорится, услышать. Ну да, это на самом деле не пересказать словами какие-то такие вещи. Но тизер получился отличный. Вы думаете? Да, да. Заинтриговали, конечно, интересно стало посмотреть. Ну что, удачные премьеры. Спасибо, спасибо. Надеемся, что премия Тантана тоже пройдет. Что нас не пройдет завтра. Мимо вас не пройдет. Мимо вас не пройдет, да. Спасибо большое, удачного дня. Спасибо вам.